Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня мы поговорим о том, как убрать пересечения листьев в Speed 3. Ставим палец вверх, пишем комментарии и подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Я уже создал примитивное дерево с таким количеством нод, чтобы не тратить время. Если Вы до сих пор не знаете, как это делать, то рекомендую посмотреть мои первые уроки по Speed 3, которые появятся в подсказке вверху. Наверное, Вы уже заметили, что есть пересечения листьев и задача их убрать. Выделяем ноду Leaf Mesh и затем вкладку Collision. В этой вкладке Вы увидите несколько параметров, которые нужно учитывать при выборе коллизий вкладки Post. Сейчас я расскажу о каждом из них. Для начала Вам нужно разобраться в настройках коллизий в Post. Там есть 4 опции. Known, которая выключает коллизии. Low учитывается коллизий листиков. Medium учитывается коллизий листиков между собой и с ветками. High и высококачественный просчет листиков друг с другом. И также с ветками. При таком режиме включаются дополнительные тесты и проверки. Ниже идут еще 2 опции, которые отвечают за коллизии кластеров. Кластеры придуманы для оптимизации деревьев подвижки. Так как же обычно выглядит текстура для них? Например, если зайти в библиотеку Quixel Megascans в категорию 3 и там выбрать branch. Вы увидите специальную текстуру для кластеров. Это полноценные ветки с листиками, из которых можно создавать кластер. И при этом, хорошо оптимизировать геометрию дерева для использования в движках. При этом, учитывается карта нормали и делается правильное освещение для такого кластера. То есть, если например, посмотреть данную текстуру, у вас не будет геометрии веток, которые обычно занимают много полигонов. Также, вы можете создать эти кластеры внутри Speed Tree и для этого есть специальный инструмент, который экспортирует все нужные материалы. Чтобы посмотреть данный инструмент, давайте выберем любое дерево из стандартных проектов, чтобы не тратить время на создание его с нуля. Например, пускай это будет Sample Pine. Затем, кликаем на любую из главных веток и нажимаем F, чтобы сфокусироваться на ней. После чего, кликаем на ствол и нажимаем H, чтобы скрыть его и также скрываем все зеленые иголочки. В итоге, у нас осталась ветка, которую можно превратить в кластер. Поворачиваем ее и немного редактируем, перейдя в вид XZ Plane. Для того, чтобы перейти в этот вид, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем Window Viewport XZ Plane. Таким образом, у Вас откроется нужный вид камеры. По желанию, настраиваем освещение, если вдруг Вы захотите запечь материал с тенями. Теперь, чтобы включить захват данной ветки, нужно перейти в Window и выбрать Edit Tree Window Properties. И в вкладке Screenshot Save Frame включаем опцию Show. Таким образом, у Вас появятся границы захвата текстуры. Как я и сказал ранее, давайте немного отредактируем ветки, чтобы они не сильно пересекались. Чтобы редактировать отдельную ветку, нажимаем на кнопку Notes. Конечно же, Вы можете включить учет коллизи, но я хочу оставить все ветки, поэтому редактирую их вручную. После редактирования, настраиваем Viewport таким образом, чтобы вся ветка поместилась в область захвата. И теперь, чтобы экспортировать кластер, идем в меню File, выбираем Export Material. В итоге появится окно настроек, в котором можно настроить разрешение, включить тени, а также выбрать, какие текстуры будут экспортироваться. При желании, можно экспортировать анимированную текстуру, включив опцию Sequence. Для кластера я обычно оставляю все по умолчанию и нажимаю ОК. Как только все текстуры экспортируются, у Вас исчезнет данное окно и в папке, которую Вы указывали во время экспорта, появятся все нужные файлы для импорта кластера. Перед импортом кластера давайте создадим новую сцену и нарисуем ствол дерева, удерживая пробел. После этого переходим в вкладку материалов и добавляем новый материал, который называем Кластер. Кликаем на Color и указываем папку с нашими текстурами. Там выбираем Albedo. Остальные текстуры загрузятся автоматически, если Вы согласитесь с предупреждением в выскакивающем окне. Таким образом, Вы получите готовый кластер. Теперь его нужно редактировать и добавить специальные точки для роста листиков или других веток. Для этого нажимаем Edit, чтобы открыть редактор мешей. Так как в Albedo текстуре ничего не понятно, выбираем Opacity слой и редактируем меш таким образом. Итак, получился такой меш. Теперь добавим Unchor Points и загрузим данный меш в Low и High Poly слоты соответственно. Чтобы добавить Unchor, кликаем на данную иконку стрелки с кругом и ставим точки там, где хотим добавить динамические ветки. Я не буду заморачиваться и прям простраивать все ветки. Сейчас задача просто показать, как это работает. Так как это очень полезная функция Speedtree. После того, как Вы расставили нужные анхары, сохраняем в Low Poly нижний слот и в High Poly верхний слот с тесселяцией для дальнейших деформаций. Затем закрываем редактор и давайте добавим данные ветки к нашему стволу. Чтобы это сделать, выделяем его. Затем кликаем на Add и выбираем Leaf Mesh. После чего, в настройках изменяем количество веток и их размеры. А чтобы была видна текстура, перетягиваем ранее созданный материал на данные плейны. В итоге, Вы увидите Ваши ветки. Причем на них достаточно хорошо работает освещение благодаря карте нормалей. И я думаю, Вы понимаете, насколько этот метод оптимизирует Ваше дерево под игры. Теперь давайте немного отредактируем остальные параметры. Добавим немного вариации. Для этого напротив каждого параметра кликаем на плюс-минус и меняем значение параметра Variants. В итоге, у Вас получится такое дерево. Также, Вы можете редактировать отдельно каждую ветку. Для этого достаточно выбрать режим Notes и кликая на объект, редактировать его. Повернуть, увеличить или уменьшить. Удалить. И теперь, когда Вы довольны результатом, можно добавить листики к этим веткам. И тут начинается магия. Мы же помним, что это не Mesh, а обычная текстура. Но Speed 3 учитывает все указанные Anhor Points и прикрепляет к ним листья. И теперь, если редактировать параметры листиков, Вы будете видеть, как они реалистично прикрепились к ранее указанным Anhor. Если Вам не нравится, как расположились листья, в любой момент, Вы можете более тщательно настроить Anhor в настройках материала с помощью кнопки Edit. Но мы сейчас не об этом говорим. Я создал кластеры Anhor лишь для того, чтобы показать работу коллизий. Так вот, именно коллизии помогут Вам в настройке кластеров, показывая пересечения и удаляя пересекаемые объекты. Если я сейчас выберу High Quality, Вы увидите, как удалились все кластеры. Это значит, что все они пересекаются и это не очень хорошо для движков. Если сейчас выбрать объект с ветками, Вы увидите, как геометрия кластеров, несмотря на Opacity текстуру, имеет пересечения друг с другом. Поэтому, каждый кластер редактируется вручную или просто не включается коллизий, чтобы не удалялись данные объекты. Я не знаю, как планировали этот подход создатели с P3, но лично мне кажется, что коллизии для кластеров, можно лишь применять для проверки пересечений. Но не удаление объектов. Как мы это делаем с обычными листьями. Потому что, например, сейчас мне нравится положение веток, но включив коллизии, с P3 удалит их все. Это все, что я хотел рассказать о кластерах и учете коллизий в них. Давайте теперь вернемся к обычным листикам. Если для обычных листьев выбрать High в коллизиях, у Вас будет происходить детальный анализ коллизий листиков с ветками, друг с другом и так далее. Это самый лучший вариант, но он требует немного больше времени, чем остальные. Если сейчас убрать коллизии, Вы увидите, что есть листья, которые пересекаются друг с другом и с ветками. Как только Вы включите High, эти пересечения исчезают. Теперь давайте поговорим о всех параметрах коллизий слева. В Style Вы найдете 4 опции и первая Everything учитывает все коллизии в сцене. И там, где есть пересечения, удаляется геометрия, которая пересекается. Далее идет опция игнорировать листья, имеющие одного родителя. Чтобы разобраться, как она работает, давайте добавим еще одну группу листьев для ноды Twix. И теперь, если включить High, то листики удаляются там, где есть коллизии. Если в каждой из нод листьев выбрать игнорировать родителя, то остаются листья, которые пересекаются друг с другом. А пересечения с ветками и листьями, которые не относятся к данной ноде Twix, удаляются. Далее идет опция к ноду Out Others Only. И если Вы ее выберете, то у Вас будет игнорироваться пересечения внутри данного генератора, но убирается пересечение с другими листьями. Я удалю этот генератор, так как он только отвлекает. У другого Leaf Mesh выберу эту опцию. И как видите, пересечения внутри этой ноды присутствуют, но пересечения с другими нодами убираются. И если Вы выберете последнюю опцию, то все коллизии для этой ноды не будут учитываться. Следующая опция Take Parent удаляет ветви, на которых находятся листики, имеющие пересечения с другими. Причем, если на этих ветках есть листья без пересечений, то ветка остается. Ниже идет опция Wait, которая управляет силой просчета коллизий. Она используется в том случае, если Вы хотите оставить какие-то листья, которые имеют коллизии. Для этого просто ставить значение меньше единицы. Следующий параметр Pivot Threshold учитывает Pivot Листика и это свойство используется для устранения удаления нежелательных пересечений. То есть листиков, у которых Pivot Point находится рядом. Этот параметр практически схож с предыдущим. И последняя опция Sphere Threshold настраивает размер сферы, в которой вписан листик. И по осям этой сферы идет проверка коллизий. При увеличении значения этого параметра и использовании опции Use Spherical Test for Leaves, Вы будете увеличивать радиус сканирования пересечений с данным листом. Это практически такое же влияние, как и у предыдущих опций, только здесь немного другое правило. Это все, что я хотел рассказать о коллизиях в Speed 3. Я думаю, что теперь Вы согласны с тем, что в этом нет ничего сложного и Вам все понятно. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!